Получается, одевается сначала тюрнюрчик, а потом одевается юбочка. И это все делается так, раз, и получается уточка. У многих там не было таких пикантных мест, и поэтому они делали такие тюрнюры, чтобы выделить определенные места. Про сокрытый модниц минулых стагодцев сегодня Люба Катюра ведет Жош Мат Яна, экскурсовод музея 12-й средней школы Брест Театральный. Разом с директором музея Ганной Ковалевой школьница рассказывает про историю моды 19-го стагодца. Когда нам пришлось выучить эту экскурсию, я очень много должна была прочитать, должна была выучить определенные термины. Это называется утиная походочка, это из конца 19-го века, а сама эта подушечка называется тюрнюр. Тюрнюр, радикюль, монокли, ларнет – слова, которые сошли в минуле разом с предметами. А лишь история моды – это частка нашей истории, только крыху с другого ракурса. Но это школьники могут понять уже позднее, а по коль просто интересные факты об интересных модных вещах. Есть такой секрет здесь. Здесь есть пружины, и когда сюда нажимаешь, она раскрывается. На этой выставке было очень все интересное. Рассказали то, что я вообще, может, не знал, и, может, только в 11-м, 10-м классе бы узнал. Мне понравились эти вот накидки, мне платья очень понравились, и панамки. А ты бы хотела, чтобы сегодня такая мода была, и чтобы сегодня такие платья носить? Да, мне еще веет с перьями понравился очень сильно. Жалко, что сейчас нельзя такое одеть, потому что уже такого нету сейчас в нашей стране. А мне бы хотелось сейчас поносить такое. Еще мне понравился зонтик вот этот вот, потому что можно было взять в таком платье, поносить зонтиком, ну, с веером. Парасон, крынолин, веер – предметы зайдрости модниц минулых ста годзил. Это потихоньку откладывается в памяти. Они же смотрят мультики, смотрят фильмы, потом детские. Это все где-то потом откладывается, рано или поздно, но все равно останется в памяти. Не все, где-то частично, где-то так, но это все равно надо. Цель вообще моих выставок, любых, больших или вот этих маленьких, как я говорю, кулуарных таких выставок – это цель познавательная. Может, затекавить гэтая выстава дорослых. Ее створальница Ганна Ковалева каже, готова приехать до всех жадающих и познайомить с модой минулых ста годзил. Это у нас с 2013 года уже идет отдельная серия, она у нас называется «Непридуманная история, рассказанная чемоданчиком». Вот у нас уже три выставки таких есть, мобильных. То есть они все у нас уложены в чемоданчиках. Ну, там, в зависимости от времени, чемоданчики соответствуют той эпохе, которую мы рассказываем. Это уже четвертая история. В четвертом чемоданчику были и ляльки-абереги, и музычные, и механичные цацки, вытонченный аксессуар – веер. Ну, а на гэтый раз – уборы. Дарыши, зместива опошнега чемоданчика можа стать доброй подказкой до новогоднего свята, бо карнавальные костюмы яше никто не адменяв. Татьяна Колокольцева, Сергей Мацвичук, телерадовая компания «Брест».